Привет, с вами SmartGeekBlog. В левом углу ринга находится iPhone 5s 2013 года выпуска, а в правом iPhone 6s 2015 года выпуска. Между этими устройствами два года разницы и два поколения iOS. iPhone 5s по-прежнему остается самым популярным iPhone в России, а iPhone 6s, как нетрудно догадаться, самым современным. Сегодня мы сравним эти устройства, как говорится, лоб в лоб по нескольким пунктам. Первый пункт это внешний вид, поговорим о дизайне, естественно. Второй пункт это производительность в цифрах и реальной жизни. Третий пункт это камера, так как в iPhone 6s впервые за 4 года она изменилась. И четвертый пункт это удобство в повседневной работе. Потом мы посмотрим, возможно, этот старичок еще на что-то способен. Поехали! Начнем, как в принципе и положено, с внешнего вида. Оба устройства сделаны из алюминия, но имеют разный дизайн. В этом плане iPhone 6 и 6s попытались максимально близко подвести к дизайну iPhone Original 2007 года выпуска. Также эти устройства обладают разными массогабаритными характеристиками. У iPhone 5s это 58,6 мм в ширину, 123,8 мм в длину и 7,6 мм в толщину при весе 112 грамм. Тогда как у iPhone 6s это 67,1 мм в ширину, 138,3 мм в длину и 7,1 мм в толщину при весе 143 грамма. Это характеристики для версии с 4,7 дюймовым экраном, а именно такая у меня в руках. Если в 2012 году iPhone 5, а позднее и 5s ощущался как металлический муляж, который к тому же и работает, то сказать такое про 6s я не могу, ибо он сильно тяжелее своего предшественника. Особенно это ощущается, когда одновременно держишь два устройства без чехлов в разных руках. Лично мне 5s по дизайну нравится больше, так как он более эстетичный, и заглушки антенн у него не выглядят как-то ужасно, что есть в 6s, особенно в версиях с золотым и розовым цветом. Также у 5s отсутствует выпирающая камера. Но кто-то обязательно спросит в комментах, а какого хрена я прикапываюсь к таким мелким недочетам? Ну, во-первых, разделители антенн в iPhone 6 и 6s выглядят действительно поганые, я не изменю эту точку зрения никогда. А проблема выпирающей камеры легко заметна, если пользоваться iPhone 6s без чехла, так как когда вы кладете телефон на стол экраном вверх, он не будет лежать ровно и будет чуть-чуть так подпрыгивать. Как видите, вибрация присутствует. И устройство не лежит ровно. Есть еще одна причина, почему форм-фактор 5s меня устраивает больше, ввиду скошенных граней iPhone 6s. Телефон без чехла неимоверно скользкий и неухватистый. Вот прям так и норовит выпрыгнуть из рук, словно кусок мыла. В 5s таких проблем нет. Телефон абсолютно не скользкий и легко ухватывается за счет ребристых граней. Однако скошенные грани iPhone 6s имеют свои плюсы в виде 2.5D стекла, приносящего зрительный оргазм в устройствах с черной передней панелью. Слияние корпуса и экрана дает действительно незабываемый эффект того, что пиксели находятся прямо под пальцами. И по первому пункту у нас все-таки побеждает старичок iPhone 5s, так как его дизайн мне нравится сильно больше, чем дизайн 6s. Теперь перейдем ко второму пункту. Производительность в цифрах и реальной жизни. Я понимаю, что у 5s нет шансов, и он проиграет в этом пункте по всем фронтам. Но мне было бы интересно узнать, насколько велико отставание устройства двухлетней давности от флагмана. Перед началом тестов я скажу, что на обоих устройствах установлена iOS 9.3.1 релизная версия. И первый, самый простой тест. Перезагрузка обоих устройств. Для этого надо их выключить. Выключаем. Теперь постараюсь максимально одновременно их включить. Вроде как получилось. Ждем загрузки. И как и следовало ожидать, iPhone 6s загрузился первым. Ждем старичка, пока он загрузится. У меня такое ощущение, что iPhone 5s загружается в два раза медленнее, чем 6s. Вот, наконец-то. Теперь пароль. Так, это мы замажем. И как мы видим, на iPhone 5s достаточно сильно тормозят анимации после загрузки. Вот, я думаю, вы видите. Особенно можно это видеть, открыв папочку. Анимации тормозят действительно сильно. Чего практически нет на iPhone 6s. Задержка намного меньше. Анимации практически не тормозят. Правда, и на 5s тормоза в анимациях пропадают через секунд 30 после включения. Теперь запустим мое самое любимое. Разные интересные бенчмарки. Начнем со стандартного. Geekbench 3. Тест производительности центрального процессора. Кстати, мне повезло. И мой iPhone 6s идет с процессором от TSMC. Я думаю, попробуем одновременно. Бум. Вроде получилось. Начинается бенчмарк. Посмотрим, какие будут результаты. iPhone 6s уже завершил. iPhone 5s прошел еще пока только половину теста. Слышал я на одном из популярных Apple каналов. Вилсеком, точнее. Человек придумал развлекуху с повторением теста, пока старое устройство закончит его один раз. Но я не буду этого делать, потому что iPhone 5s не так долго проходил тест. И, как мы видим, результат флагмана превосходит 5s в полтора раза. Следующим тестом, я думаю, пойдет Manhattan из пакета GFX BenGL. С поддержкой OpenGL ES 3 и 4 версии. Выбираем тест selection, иначе будут все тесты проходить. И жмем старт. Идет подготовка тестов. Я пока переверну устройство. Вот так, чтобы было лучше видно. На iPhone 6s тест уже начался. Все вроде стабильно. Фреймрейт не падает. Фреймрейт достаточно хороший. А вот на 5s фреймрейт достаточно невысокий. И вроде как крайне нестабильный, как я вижу. Здесь все быстро, плавно, хорошо. Тогда как тут есть некоторые фризы, подтормаживание картинки. Но все-таки это достаточно производительный тест, требующий много ресурсов от железа. Я сначала хотел запустить тест T-Rex, но потом понял, что вроде как одно устройство флагманское, второму всего два года. И T-Rex будет как-то слишком хило для данного сравнения. И вот 6s уже закончил тест. 5s на подходе тоже закончил. И в данном тесте мы получаем двойное превосходство шестерки над пятеркой. Почти 56 fps на iPhone 6s и 27 fps на iPhone 5s. Общее количество кадров 3465 на iPhone 6s и 1699 на iPhone 5s. Ради интереса хотелось бы проверить, как оба устройства справляются с обработкой 1080p вне экрана, так как предыдущий тест был подогнан под разрешение экрана конкретного устройства. Но мы проверяем 1080p offscreen. К сожалению, я запустил T-Rex, но да ладно. Все равно результаты мы сможем увидеть. Хотел запустить Manhattan, но по ошибке тыкнул в T-Rex. Блин. Ну да ладно, сейчас посмотрим, какие будут результаты. В принципе, здесь вы не увидите ничего интересного, потому что обработка идет вне экрана, так как экран не поддерживает Full HD. Если бы был iPhone 6s Plus, я думаю, можно было бы прогнать в 1080p прямо на экране нативный тест. Но у нас не плюс, и не получится этого сделать. Ждем окончания теста. И, как мы видим, на iPhone 6s 1080p вне экрана обрабатывается со скоростью 79, практически 80 кадров в секунду. А на iPhone 5s скорость 28,5 кадров в секунду. Общее число кадров 4470 на iPhone 6s и 1600 на iPhone 5s. Опять же, более чем в два раза разница. Так что в этом тесте, естественно, 6s побеждает. Как, в принципе, я практически уверен, что так будет во всех тестах. После GFX Bench запустим старый добрый смешанный бенчмарк Antutu. Посмотрим, сколько попугаев наберет в этот раз. Как вы видите, я уже прогонял устройство, так как прогоночный тест может быть не всегда корректным. И мы нажимаем тест again. Максимально одновременно. Блин, не получилось. Одновременно. Ну да ладно. Данный тест тоже идет через OpenGL. Вы, наверное, спросите меня, а где же Metal API? Но для Metal я приготовил специальный тест, который его поддерживает. И на iPhone 6s мы, опять же, видим быструю плавную картинку. На iPhone 5s зачастую действительно можно наблюдать сильные падения фреймрейта. Вот прям настолько сильные, что они видны невооруженным глазом. К сожалению, тест со звуком идет. Поэтому, думаю, сделаю потише, чтобы эти звуки не надоедали. В общем-то, достаточно несложный тест. Как мне кажется, Antutu не самый тяжелый бенчмарк из всех. Я бы даже сказал, один из самых легких после Geekbench 3. Теперь идет обработка в нативном разрешении второго теста, в котором у 5s большие проблемы. Как видите, проседов FPS в этом тесте прям, ну, очень серьезные. Они сильно заметны постоянно. А на 6s, естественно, все плавно и стабильно. Ну, блин, телефон стоит 65 тысяч рублей. Еще бы там был нестабильный FPS в синтетических тестах. Данное устройство до сих пор продолжает рвать большинство флагманов в тестах. Но вот сейчас мы снова видим некоторые тормоза во фреймрейте. Это была обработка в нативном разрешении. Тут также есть, естественно, в скрин-тесты Full HD. Но нет никаких гарантий, что в них результат будет лучше, чем в тех, которые происходят на экране. Обычно нет, потому что разрешение выше. Теперь идет тестирование оперативной памяти, процессора. Как мы видим, 6s уже закончил тест на 55%, в то время как 5s на 47%. Оперативная память и 3D-графика протестированы уже везде. Сейчас очередь CPU, мультитаскинг, имейдж декодинг, 2D-физикс. Ну, вот все эти стандартные процедуры, которые нагружают как-то процессор и позволяют протестировать то, что нужно для выведения результатов. Ждем завершения. Тестирование CPU идет достаточно долго, так что тут частично будет вырезано. Продакшн-версии для YouTube. Как мы по-прежнему видим, iPhone 5s достаточно сильно отстает от 6s по времени завершения теста. Но, в принципе, так и должно быть. Все-таки 6s флагман, а этому устройству 2 года. Оно должно отчасти отставать, так как сейчас прогресс идет семимильными шагами. И технологии очень быстро развиваются. Мощность GPU и CPU вырастает в геометрической прогрессии каждый год. Поэтому все примерно как-то так и происходит. iPhone 6s завершил тест на 97%. Все, уже 100%. iPhone 5s еще заканчивает. Ждем старичка. Ждем, когда он закончит. 97%. Уже близко к завершению. Вот, вроде бы 100%. И мы видим, опять же, двойной прирост производительности у 6s по сравнению с 5s. К слову, в iPhone 5s стоит видеооскоритель PowerVR G6430. А в iPhone 6s PowerVR GT 7600. Как говорили Apple на презентации, тройной прирост производительности GPU в сравнении с 5s. Но синтетические тесты выдают чуть более чем двойной прирост, что можно заметить по результатам. И замыкает наше синтетическое тестирование графический Bench Slingshot из пакета 3DMark. Данный тест поддерживает графический API Apple Metal. И я долго думал, а нужно ли прогонять данный тест в этом видео, так как он станет прямым ударом в сердце нашему старичку. Ибо даже iPhone 6s выдает в этом тесте около 15 кадров в секунду. Но потом подумал, что все-таки надо беспристрастно смотреть, кто на что способен. Так что запускаем тест. Тест начинается. 3DMark Slingshot Extreme. Идет загрузка. И вот здесь мы можем наблюдать на iPhone 5s какую-то полную вакханалию. Фреймрейт скачет от 2 до 5 кадров в секунду. На 6s вроде бы все более-менее хорошо, но тоже достаточно тормозит. FPS серьезно проседает. Прям вот даже на топовом железе. Ну, 3DMark всегда были известны своей любовью нагружать устройство по максимуму. Настолько, насколько это возможно. Но здесь прям все совсем жестко, совсем грустно. Я даже не представлял, что так будет. Ну, вернее, как я представлял, потому что я тестировал его раньше. Но, блин, это очень жестоко. Я помню, в свое время на битве Nexus 5 и iPhone 5s я облажался, запустив на iPhone 5s бенчмарк под названием iStorm Unlimited. А на Nexus запустил Slingshot. И поэтому у меня там 5s очень быстро и хорошо, без проблем, обогнал Nexus 5. Я просто по своей тогдашней тупости запустил разные тесты. Но теперь мы можем видеть, что от 5s тоже нифига не торт. И фреймрейт здесь очень грустный. Данный тест достаточно длинный и состоит из 4-х частей. Поэтому я покажу вам 2, и чтобы не мучить вас, обрежу остальное. Ну, при таком фреймрейте, конечно, все будет очень печально. Во! Даже на 6s пролагала быстрая анимация. И запускается как раз-таки первый тест, потому что это было превью, чтобы нас с вами, друзья мои, запугать. Здесь, как мы видим, тоже FPS очень грустный. 13, 12 тоже безумно нестабильный. Ну, выше 15 не поднимается. Здесь все совсем печально. FPS 4-5 кадров в секунду. Ну, это заметно по картинке, потому что здесь можно наблюдать слайд-шоу в этом бенчмарке. Я вот не думаю, если мне сейчас кто-то скажет, что iPad Pro 9.7 дюйма, выпущенный в 2016 году, будет намного лучше, будет стабильнее 30 FPS. Я вот что-то не очень сильно в это верю. Но при этом iPhone 5s дошел уже до Graphics Test 2. Я не верил в это, но в Graphics Test 2 даже 6s набирает 7-8 FPS. В то время как 5s набирает около 3 или 2 кадров в секунду. Ну, блин, реально слайд-шоу. 2 кадра в секунду это прям божественно уровень. Xbox One, кстати. И, как мы видим в очередной раз, результат iPhone 6s в 2 раза превышает результат iPhone 5s. Даже больше, чем в 2 раза. Но Slingshot действительно жесткий тест, как вы могли в этом убедиться. Поэтому вот такие вот результаты даже на 6s достаточно удручающие. 15 кадров это прям совсем грустно. Цифры цифрами, но зачастую в реальной жизни картина может быть совсем иная. Для тестирования производительности в реальной жизни я взял одну из самых требовательных мобильных игр. GTA Liberty City Stories. Кстати, обзор есть на канале. Кликаем по всплывающей аннотации и смотрим. На iPhone 5s игра запускается в разрешении 1136 на 640, что даже меньше, чем 720p. Также разработчиками был поставлен лог на 30 кадров в секунду. Тогда как на iPhone 6s игра запускается в разрешении 1334 на 750. Лог стоит уже на 60 кадров в секунду. И, естественно, присутствуют максимальные текстуры, которых нет на старичке. При этом флагман не сильно греется, в отличие от 5s. Так что в реальной жизни производительность 5s тоже примерно в два раза ниже, чем у 6s. По этому пункту побеждает, естественно, iPhone 6s. Как я, в принципе, и ожидал, новый iPhone имеет двукратный прирост производительности в сравнении со старым. На мой взгляд, это не такой фиговый показатель. Однако уже сейчас, а в будущем и подавно, iPhone 5s не очень хорошо тянет современные игры. Теперь, что касается камер, которые в iPhone 6s впервые за 4 года получили дополнительных пикселей. Сначала я думал вставить в это видео пару примеров фото на оба iPhone, но потом понял, что сравнивать 8 мегапикселей и 12 мегапикселей посредством Full HD видео на YouTube самое последнее дело. Так как изображение будет не только понижено в разрешении, но и в качестве. Так что просто мой рассказ с опыта эксплуатации. Детализация фото на iPhone 6s, естественно, лучше, что особенно заметно на фронтальной камере. Так как там разница 1,2 мегапикселя против 5 в 6s. Да и на основной тоже, при увеличении самого снимка. Но меня все же беспокоят несколько вещей в камере нового iPhone. Во-первых, цветопередача, как по мне, стала менее точной и натуральной, чем в 5s. А во-вторых, видео. Я понимаю, конечно, что 4K 30 fps и слоумо Full HD при 120 кадрах это очень круто. Но какого хрена 5-мегапиксельная фронталка нового iPhone пишет видео в допотопном богомерзком 720p при 30 кадрах? Не знаю, как вы, но мой разум не способен этого понять. Так что в камерах оба iPhone примерно равны. Занижаю результаты 6s просто из-за того, что действительно выбесил тот факт, что фронтальная камера iPhone 6s на 5 мегапикселей не пишет Full HD. Теперь, что касается пункта удобства в повседневной работе, в этот пункт я включил такие вещи, как время автономной работы, удобство использования одной рукой, качество дисплея, скорость интернета и, что немаловажно, громкость встроенного динамика. По поводу времени автономной работы скажу, что несмотря на разную емкость батареи, 1560 мАч для iPhone 5s и 1715 мАч для iPhone 6s, в режиме Twitter плюс музыка плюс браузер плюс видео на YouTube и в офлайне при переменной активности экрана, оба девайса живут примерно одинаково, чуть больше суток. А вот под нагрузкой в тяжелых играх ситуация совсем другая. Ввиду энергоэффективности процессора Apple A9, 6s проработает в режиме игры значительно дольше, да и игреться будет намного меньше, чем 5s. Удобство использования одной рукой на 5s, конечно же, выше, чем на 6s, так как на 4,7 дюймовом экране дотянуться до левого верхнего угла с иконкой при вот таком вот хвате практически невозможно. Однако есть режим использования одной рукой, который можно активировать два раза тапнув по клавише Home. Но в этом режиме нельзя вызывать многозадачность при помощи 3D Touch, чем я часто пользуюсь. И что менее всего удобно делать одной рукой на iPhone 6s, на 4-дюймовом iPhone 5s я спокойно достаю до любой части экрана, так что, увы, здесь 5s победил, просто в силу диагонали и размеров экрана. Многих волнует вопрос качества экрана в новом iPhone. Повторюсь, что в iPhone 5s установлен дисплей 4 дюйма с разрешением 1136 на 640, что соответствует стандарту SubHD и имеет заветные джобсовские 326 пикселей на дюйм. В то время как в iPhone 6s установлен дисплей 4,7 дюйма с разрешением 1334 на 750, что превышает 720p, естественно, никуда не делись сокровенные джобсовские 326 ppi. На обоих устройствах матрицы, выполненные по технологии IPS, была информация, что в 6s будет AMOLED-экран, слава богу, не подтвердилась. За свой трехнедельный опыт эксплуатации скажу, что яркость устраивает меня в обоих iPhone, однако цветопередача, насыщенность и контрастность на 6s выше, и после использования флагмана картинка на 5s кажется более блеклой, что ли. Так что качество дисплея у 6s однозначно выше, и здесь iPhone 6s получает 1 балл. Ну и последний подпункт, в котором iPhone 6s очень сильно разочаровал, громкость встроенного динамика. В новом iPhone мне он показался изначально очень тихим, я думал, что это связано с бета-версией прошивки, оказалось нет. Динамик на 6s и впрямь очень тихий, ни в какое сравнение с 5s, но я все-таки продемонстрирую. Для этого выкручиваю громкость на максимум на обоих устройствах, и пытаюсь воспроизвести по очереди один и тот же рингтон. Первым у нас пойдет iPhone 5s. И как мы видим, динамик достаточно громкий. Теперь делаем то же самое на 6s. И как мы видим, динамик на 6s действительно намного тише, чем на 5s, что может сослужить плохую службу на улице, когда телефон находится в кармане. Поэтому в этом состязании iPhone 6s безоговорочно проигрывает своему деду. На презентации iPhone 6s в сентябре нам говорили об улучшенном модуле сотовой сети с поддержкой LTE Advanced и пропускной способностью до 300 мегабит в секунду, а также об улучшенном Wi-Fi модуле с пропускной способностью до 1 гигабита в секунду. К сожалению, сравнить скорость LTE не представляется возможным, так как в айфонах стоят разные сим-карты. Мегафон для 6s и Beeline для 5s. Сравнение скорости мобильной передачи данных будет просто нечестным. А вот сравнить скорость Wi-Fi мы можем запросто, так как оба устройства подключены к одной Wi-Fi сети. Для этого мы запускаем наш любимый спид-тест от Укла. Для большей частоты эксперимента тестируем скорость по очереди, дабы не отнимать ее друг у друга, и выбираем в настройках спид-тест в качестве предпочитаемого соединения сервер моего провайдера. Как говорится, уступая место ветерану, он пойдет первым. Подготовка. И мы видим 35-36 мегабит на получение. Вот, сейчас выросло до 38. Спид-тест показывает максимальную скорость в качестве результата. Загрузкой является 39 мегабайт в секунду. На передачу чуть пониже, но в принципе тоже нормально, неплохо. Неплохой результат. 29,3 мегабита в секунду. Результат iPhone 5s. Теперь очередь молодого бойца. Тоже подготовка. Пинг, скорее всего, будет везде одинаковый. Да, 5 миллисекунд. И мы видим 58-56. Ну, в общем, скорость на получение на iPhone 6s выше. А 56,59 мегабит в секунду. На передачу чуть-чуть пониже будет, конечно. Как обычно, мы видим 29,17 мегабита в секунду. И, как мы видим, результат iPhone 5s на получение намного ниже, чем на iPhone 6s. На передачу у iPhone 6s чуть-чуть пониже результат. Буквально на какие-то сущие килобиты. Даже, наверное, меньше. Как мы только что увидели в этом тесте, iPhone 6s вышел в лидеры. Показав большую скорость интернета. Вот, в общем-то, и все сравнение. Осталось лишь подсчитать баллы для каждого устройства. 4 балла общий результат iPhone 5s. И 6 баллов общий результат iPhone 6s. И тем самым iPhone 6s выходит победителем с отрывом всего в 2 балла. Последний тест все-таки не настолько важен, так как сеть может быть нестабильна. А вот отставание в производительности железа почти в 2 раза крайне значительное. А с вами был SmartGeekBlog. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Читайте мой твиттер. Не забывайте про Инстаграм и Вайн. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом сравнении. Ставьте лайки. До новых встреч в мире технологий. Пока!